Два автомобиля столкнулись сегодня утром напротив Воронина 25. Предварительно водитель Нивы при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Вольцвагену Поло. Тот двигался по Воронину в сторону Ломоносова. В Ниве заклинило водительскую дверь. Ее разблокировали спасатели. В ДТП пострадал водитель Нивы с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Он госпитализирован во вторую городскую больницу. Так молодая троица сегодня покаталась на автомобиле. Сегодня днем в районе ГСК машиностроитель 2 серебристая пятнашка уехала в кювет. Со слов молодых людей, права у них есть скорости не превышали. Дорога в этом месте скользкая. Со слов очевидцы, мимо гаражей весельчаки промчались несколько раз. В руках были банки с напитками, вероятно, алкогольными. А за рулем якобы сидел самый нетрезвый. Вызволять из сугроба авто пришлось двумя машинами. Сначала с помощью газели, после внедорожника. Не мешкая, молодые люди скрылись, остановить их не успели. О происшествии очевидцы сообщили в полицию. Вот так мужчина решил пройтись по дороге в час пик. Лишь благодаря осмотрительности водителей пешеход остался в целости. Всего же за начало 2015 года на дорогах города пострадало 6 пешеходов. В основном по вине водителей. Хочу привести примеры, где пешеход пострадал по своей вине. Это 20 января, в 2010, напротив дома 20 по улице Гагарина, был сбит мужчина пенсионного возраста, который переходил дорогу в неустановленном месте, в результате чего получил травмы. Этот случай единичный. В остальных ДТП пешеходы пострадали по вине водителей. Сотрудники отдела ГИБДД просят быть внимательными на дорогах. Пожар тушили два часа. Накануне, поздно вечером, в деревне Таборы, в 25 километрах от города, вспыхнул пожар. Загорелся дачный щитовой домик. Пожарных вызвал владелец соседней дачи. Он сообщил, в горящем доме находится мужчина. На момент прибытия пожарных подразделений строение дома уже горело открытым пламенем. Кровля была обрушена. В ходе тушения внутри строения были обнаружены фрагменты трупа. Как выяснилось позже, мужчины, погибшие с 62-го года рождения. Выяснилось, что мужчина еще полгода назад уехал жить из города на дачу после ссоры с женой. Он злоупотреблял спиртным и курил. Возможно, неосторожное обращение с огнем привело к трагическому исходу. Дом сгорел полностью. Соседние постройки не пострадали.